Я проживаю в городе Ижевске Удмуртской республики. Когда приехал? Прибыл я на территорию Украины. На территорию Украины мы прибыли 13-го числа. В Миллера мы прибыли... Какого месяца? 13.09.2022 года. Это получается ты 13-го числа приехал, а в плен когда попал? В плен 25-го. Классно. 12 дней? Так точно. Вот перестреляли целый взвод за одну минуту. За одну минуту. Убили 20 человек. Погибли вернее 20 человек. Их не убили. Нельзя говорить, что их убили. Мы же с оружием в руках были. То есть... Абсолютная неразбериха. Мы должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду к украинским военнослужащим. Как мы вообще там оказались, если мы были в Донецкой области, получается, а оказались в Харьковской области. В плен попали в Харьковской области. Как мы могли оказаться в Харьковской области? Два дня мы прошли курс молодого бойца, так называемый. Ну, два дня. Два дня нас погоняли что-то там на поле, мы там постреляли по столбам, по мишеням постреляли. Все. Все закончилось. Ну то. Все обучение. Соответственно, ну и я вам говорю, что вот такое вот положение просто дикое. И мы когда попытались уже вот с товарищем со своим уйти, нам уже просто не дали уйти. Нам просто сказали, все, мобилизация объявлена, вы теперь с КТ Бостона будете пахать, вы у нас теперь рабы, вы никуда нахуй не денетесь. Извините меня, я так матерюсь, потому что с нами так разговаривали. С нами разговаривали именно так, а еще хуже разговаривали. Вот у нас лейтенант, например, наш командир взвода, да, прибыл к нам буквально за три дня, до того, как погибли. За это время, за четыре, успел БМПшку оставить на украинской территории. Полностью с боеприпасами и с припасами. Вернулись они, а забрали, они забрали оттуда только сухпай, представляете. Они даже БК не забрали. БК с БМП не забрали, это же война. Что, сухпай самое главное на войне, что ли, или что? Так понимаю. Оказывается, сухпай перевезли командира роты и там оставили. А нам ничего не довезли. Так и осталось это все. Танкисты сдаются? Да. Танкисты сдаются. Просто-напросто на танки подъезжают и сдаются. Как можно танкиста обучить за десять дней? Десять дней у нас курсы. Вот меня записали, например, механиком-водителем БМП. Потому что у меня БЦ-категория есть. Только БМП я не видел. У нас такие гранатометчики, у нас такие пулеметчики. Пулеметчики без пулеметов, гранатометчики без гранатометов. Все, только расчеты есть. Мы попали когда в плен. Мы увидели, действительно, мы не увидели никаких нацистов, соответственно. Это естественно. Не увидели никаких наемников. Мы увидели людей вооруженных, нормально обученных, нормально вооруженных военнослужащих. У которых, у каждого, если не первого, то второго рация. У всех тепловики. У всех прицелы ночного введения. Чего у нас нету. Вот мы стоим на посту, на штабе. И нам говорят, смотрите в поле. Я прекрасно понимаю. Если группа ДРГ выйдет, нас просто перехлопают, как курят. И все. Что по поводу мобилизации думаешь? Что по поводу мобилизации думаю? Да наберут опять мясо. Вот такого же. Только мы добровольное мясо были. Заблудшие. Заблудшие люди, заблудшие. То есть у нас ведь своя информация там, понимаете? Вот. Вот. А сейчас мобилизация будет. И не дай бог наберут опять. Ведь никого не обучают. Просто-напросто. Вот мы в Чебуркуле два дня вот так лежали на диванах. Потом в Екатеринбурге вот так на диванах лежали. Срать полнейший в казармах. А вот снова отправлять? Нет, 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 нет. Я отказ. Пускай лучше садят. Лучше сидеть в тюрьме живым. Чем, блин, лежать на украинской земле мертвым? Ни в коем случае. Я еще раз удостоверился. Лучше я вот здесь в тюрьме сижу на Украине, чем я лежу в поле вместе с парнями. Спасибо. 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 Спасибо.